Сегодня расскажем о развитии Сибири. Ямал получил лучший в России рейтинг по устойчивому развитию. По итогам 2023 года округ вошел в пятерку лучших регионов по уровню инвестиций в основной капитал. Благодаря сотрудничеству с крупными предприятиями заключены консессионные соглашения на строительство инфраструктурных объектов. В округе уже появились несколько новых. Построен мост через реку Пур и самый большой в Арктике аэропорт в Новом Уренгое. Отмечаются высокие показатели развития региональной экономики, комфортный уровень инвестиционной привлекательности, сбалансированное исполнение бюджета и сильные позиции Ямала по управлению рисками. В мире газа Ямал целый континент, один из китов, на котором стоит энергетика мира. 4 из 5 молекул CH4, добываемых в России, отсюда. Но сельское хозяйство здесь тоже развивается. Об этом мы уже как-то рассказывали. Сельское хозяйство на Ямале прогрессирует, развивается производство по переработке продукции оленеводства и рыболовства. В 2023 году оленеводы побили все рекорды предыдущих лет по поставкам деликатесного мяса северного оленя. А сельхозкооператив Приобье из Салихарда стал победителем международного конкурса «Лучший продукт 2024». В 2018 году Лабытнанке отпраздновал свое 150-летие. Как и весь Ямал, город стремительно развивается. Сейчас город уверенно смотрит в будущее. Такого подъема он не знал за все время существования. В прошлом это единственный депрессивный город Ямала. В будущем он станет одним из ключевых в развитии региона. Улицы Лабытнанке украшают кварталы новостроек. Панорама города не столь безрадостна, как 15 лет назад. Главной городской проблемой всегда было ветхое жилье. Еще 20 лет назад почти весь город был деревянным, построенным во времена ГУЛАГа. Сегодня деревянные кварталы уже в прошлом. Сейчас в Лабытнанке возводят 15 многоквартирных домов. До конца 2024 года построят 4 здания на 676 квартир по улицам Комарова, Первомайской, Обской, в том числе семиэтажный дом на перекрестке улиц Октябрьской и Новой. Их заселение начнется в 2025 году. К 2030 году в городе введут в эксплуатацию более 300 тысяч квадратных метров жилья. Пик расселения придется на 2028. Так, в 2025 году в муниципалитете намерены ввести в эксплуатацию 7 многоквартирных домов, в том числе 2 в Харпе. Это позволит закрыть вопрос с расселением аварийного жилья. В 2026 году сдадут 9 новостроек, а в 2027 еще 8. В прошлом году ввели в эксплуатацию 3 многоквартирных дома, 2 из них в поселке Харп. 421 житель городского округа получил сертификаты на улучшение условий. Впервые в городе семи лиственниц одновременно возводится такое большое количество домов капитального исполнения. В ходе сноса аварийных домов освобождаются земельные участки под новое строительство. Так, в Лабытнанге реализуют концепцию компактного города. На освобожденных участках будет построено 156 тысяч квадратных метров жилья. Недавно на этих территориях началось строительство еще двух семи этажей. Еще два дома начали возводить в Харпе, в них будет по 40 квартир. Дома планируют сдать в 2025 году, что позволит закрыть вопрос с аварийным жилфондом в Харпе. А вот так они будут выглядеть. В 2024 году власти Лабытнанге рассчитывают окончательно решить вопрос с доступностью питьевой воды, завершится строительство водовода и станции очистки воды. Еще одна вечная проблема строительства канализационных очистных сооружений также будет решена. Строительство семи километров новых инженерных сетей и КОС завершается. Все видят, как преображается город, появляются уютные общественные территории и благоустроенные дворы. Заметно, что все здесь делается очень по-хозяйски и с душой. 16 марта в Лабытнанге открылась арт-резиденция «Лампа», а к первому сентября откроется новое здание школы в микрорайоне «Орбита». Заканчивается ремонт учебного заведения для старших классов. Эти объекты завершают реализацию народной программы по развитию города, которая была принята 5 лет назад. Теперь разрабатывают новую. А это новый микрорайон «Орбита». Здесь построены новые дома и скверы, детский сад, магазин, ледовый дворец, спортивный комплекс со стадионом, дороги и улицы. Новую улицу в микрорайоне назвали «Орбитальной». Здесь же построена новая школа. Уже в сентябре 2024 года в ней начнут учиться 550 ребят. Дети будут осваивать инженерно-техническое направление. В 2021 году поселок Харп был включен в состав Лабытнанге. После включения поселка в состав городского округа сразу начались позитивные изменения. Теперь здесь почти везде что-то ремонтируется, строится, благоустраивается. В Харпе в этом году также произойдет множество изменений. В центре микрорайона построят посвященную экологию научную детскую площадку. Отремонтируют фасады четырех домов. После реновации откроют школу и дом культуры «Сияние севера». Запустят новый спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном. Начнут проектно-изыскательные работы по капремонту начальной школы и ДШИ. В сентябре после реновации откроют школу на 350 мест, а следом новый спортивный комплекс. В 2024 году в микрорайоне сдадут два дома в совокупности на 80 квартир по улице Одесской, а так дома Харпа выглядят после капитального ремонта. Теперь Харп стал намного благоустроеннее. Развитие города радует, но горожан интересует его будущее. Город продолжит динамично развиваться и одним из самых перспективных станет туристическое направление. Уже сейчас появляется туристическая инфраструктура на Полярном Урале. На очереди реализация масштабного проекта. Агломерация Салихард-Лабытнанги включена в перечень опорных городов Русской Арктики. В перспективе она станет большим туристско-рекреационным центром. Решить эту задачу должны крупные проекты, реконструкция аэропорта в Салихарде, создание промышленно-логистического парка, обский причал, строительство на Полярном Урале туристического кластера и арендного жилья. Очень большой проект горнолыжный комплекс. Уже сейчас идет активная подготовка к строительству. Появляются отели, зоны для детей. Это серьезный уровень. Ямал в начале большого пути. Концессионное соглашение на строительство горнолыжного комплекса уже заключено и привлечет в регион более 10 миллиардов рублей инвестиций. Пойменные леса, живописные озера, горные тропы, редкие животные. Если все притягивает вас больше, чем пляжный отдых, а потолок отеля вы готовы сменить на звездное небо, то добро пожаловать на Полярный Урал. Самый молодой город Ямала очень активно развивается. Взят высокий темп строительства. Ситуация с аварийным жилфондом была еще недавно очень острой. Сегодня Губкинский на втором месте в регионе по объемам ввода нового жилья. Только за прошлый год 291 семья переехала из аварийного фонда. Более 700 губкинских семей улучшили жилищные условия. Возводятся дома и под переселение из аварийного жилья и на продажу. Активно работают частные застройщики. Объем строительства в Губкинском просто поражает. Появляются целые новые микрорайоны города. Недавно забили сваи для двух пятиэтажек. Квартиры в них можно будет купить по программе «Арктическая ипотека» и «Губкинский первопроходец» в этом направлении. Стоимость ипотечного кредита составляет всего 2% годовых. ЖК «Соболь» один из первых на Ямале в категории «Комфорт-класса». Новые дома строятся и в Пурпе, отдаленном микрорайоне, который вошел в состав города в 2021 году. Две пятиэтажки передадут для переселения пурпейцев уже к концу 2024 года. В городе строятся социальные объекты, новая поликлиника, школа, детский сад. На высоком уровне выполнение благоустройства, развитие сферы услуг. Все это создает новое качество жизни для горожан. Это и правда город северного счастья. У города несколько задач, и главная задача на 2024 год и ближайшую перспективу продолжать активно расселять аварийный жилфонд. В этом году полностью расселят седьмой микрорайон и начнут полномасштабное комплексное развитие этой территории. Здесь построят новые многоквартирники, детский сад, благоустроят территорию по современным стандартам. Проект реновации микрорайона уже готов. Вторая задача – закончить строительство социальных объектов, необходимую городу и жителям. Это школа на 800 мест, детский сад в новом микрорайоне, ЗАГС, педиатрический корпус, вокзал, ледовый дворец, центр единоборств, северный характер. Фундамент этого необычного детского сада уже забиты сваи. Решение о строительстве в городе центр единоборств принято в 2022 году. Спортивное учреждение возводят на месте снесенного молодежного центра «Факел» в пятом микрорайоне. Площадь спорткомплекса порядка 2500 квадратных метров. В здании расположатся залы для занятий единоборствами, в том числе боксом и самбо для занятий фитнесом, а также тренажерный зал. Они будут оснащены всем необходимым инвентарем и оборудованием, трибунами для зрителей. В северном характере тренироваться смогут как дети, так и взрослые. На базе центра единоборств планируется проведение соревнований. ДК «Олимп» открылся после реконструкции в прошлом году. Спортивная часть тоже готова и откроется очень скоро. Педиатрическое отделение в больничном городке готово уже на треть. На площади в 11,5 тысяч квадратных метров разместятся амбулаторно-поликлиническое отделение на 200 посещений в смену, стационар на 15 коек, лаборатория, центры здоровья детей. Новый железнодорожный вокзал в Пурпе очень долгожданный. Полноценный вокзал тут отсутствует еще с 70-х годов. Железнодорожный вокзал в микрорайоне Пурпе построен наполовину. Голов каркас двухэтажного здания завершается монтаж инженерных сетей. В здании вокзала будут три билетные кассы, пассажирские и грузопассажирские лифты, магазины и кафетерий. Оборудуют несколько залов ожидания, в том числе для инвалидов и пассажиров с детьми. Возле вокзала сделают автостоянку и новые платформы. Архитектурная подсветка зданий не увлечение, это новый стандарт благоустройства северных городов и губкинские не исключения. В Губкинском держат достигнутый темп развития города, прилагают все усилия, чтобы он становился комфортнее и каждому жителю здесь было бы уютно. Новая зона отдыха на берегу, Пякупура этому только поспособствует, она станет северным морем счастья. Надым первым из ямальских городов отметил юбилей в 2022 году. Это событие прошло незамеченным, но в городе и районе тоже делается много. В этом году на Дымском районе приступят к строительству новой школы-интерната в селе Кутепьюган. Еще одной значимой стройкой станет центр единоборств северный характер в Надыме. Местные власти уделяют особое внимание активному и полезному досугу жителей всех возрастов. Центр зимних видов спорта Экстрим в Надыме трансформировался в полноценный спорт-объект. Там работает роллер-парк, ставший центром притяжения ребят. Впереди у Надыма много работы по благоустройству, реконструкции соцучреждений, строительству концертного зала на 700 мест и новой пожарной части. Сегодня Ямал является нефтегазовым лидером нашей страны. Именно здесь сконцентрирована основная мощь нефтегазовых компаний, которые вносят огромный вклад в развитие российской экономики. В регионе реализуют крупнейшие мировые энергетические проекты. Они на десятилетия вперед обеспечивают стабильность и уверенность в будущем жителей как арктического региона, так и всей страны. Все северные города развиваются по ямальскому стандарту, но каждый вносит что-то свое, особенное, и это будет их гордостью. И еще в нашем закрытом блоге на Бусти вышли новые видео, которых не будет в открытом доступе. В этих роликах мы объясняем, почему у страны 404 изначально не было шансов, что не так с элитой этой страны, почему даже если военная операция закончится сейчас, у них все равно нет будущего. А также, что произошло на межгалактическом конгрессе Зе и как это отразится на операции. Что пишут о нем в Евросоюзе. Можно ли уже считать демилитаризацию выполненной. Обо всем этом мы подробно рассказываем в нашем блоге. Ссылка находится в описании под видео. Переходите и подписывайтесь на наш блог на Бусти.